Музыка Даже глазом не окинешь широкой панорамой строительства молодого города Металлурга в Череповке. С каждым годом возрастают все новые и новые жилые кварталы. За 4 месяца череповецкие строители дали трудящимся города 10 тысяч квадратных метров в жилой площади. Строительство новых домов в Череповце не прекращается ни днем, ни ночью. Череповец 70-летней давности был таким, каким местные власти хотели бы видеть его сегодня полным молодежи. Юноши и девушки стекали сюда со всех концов огромной страны строить новые производства и дома. И в отличие от их внучек и внуков, то есть сегодняшней молодежи, качество пресловутой городской среды их совсем не заботило. Музыка Советская молодежь 50-х и формировала контуры городской среды новых индустриальных центров. Молодежь влекла мечта о строительстве светлого, счастливого будущего. Но, конечно, молодым людям нужны развлечения, причем желательно демократичные танцы или кино. Хороши вечера набить, ты мой миленький, мне подсоби. Я люблю танцевать да плясать, научись на гармошке играть. С культурной жизнью в Череповце тогда было напряженно. Как сказали бы на заводе, не хватало мощности. Единственный на весь город до революционной еще постройки кинотеатр Горн не справлялся с потоком посетителей. По просьбам трудящихся, Вологодский обл.исполком решился на амбициозный проект. Вот она, доминанта архитектурного ансамбля в центре Череповца. Приезжий может даже удивиться, следуя по улице Максима Горького. Между двумя пятиэтажками словно морская раковина притаилась. Не хватает только златокудрой Венеры с полотна Сандро Боттичелли на парадном крыльце. И это правильная аналогия. Кинотеатр построили по типовому проекту знаменитого столичного архитектора Ивана Желтовского, который вдохновлялся классическим итальянским стилем. Считается, что в этом здании можно увидеть реминесценции на дворец 16 века в городе Виченца, спроектированный поклонником античности Андрея Палладио. Вот колонны, вот пилястры. По-моему, дизайн соответствует народным представлениям о богатой красоте, или, как говорили в одном известном фильме, высокой культуре быта. Кинотеатр получил звучное название «Комсомолец», потому что строили его комсомольцы для комсомольцев. Как утверждают краеведы, каждый строитель с членским билетом этой всесоюзной молодежной организации должен был поучаствовать в возведении, отдать будущему кинотеатру хотя бы несколько часов. Поэтому даже график специальный составили. И это не была повинность. Люди действительно старались, чтобы получилось качественно и красиво, чтобы здание стало гордостью и символом, ведь жизнь налаживали после войны. Столько боли позади оставили, трудились, выбивали материалы, включали смекалку. Первый сеанс состоялся 4 ноября 1957 года. Демонстрировали картину Сергея Герасимова «Тихий дон». Представьте себе, вы, скажем, молодой монтажник-высотник. Выросли в деревне в избе пятистенки. Переехали в райцентр, живете в бараке. И вот пришли в новый кинотеатр. А тут такое великолепие. Массивные кованые люстры, лепнина, а под ними жголову – расписной потолок. Над росписью, кстати, работали художники из Москвы. Рассказывают, что образы девушек писали с череповецких комсомолок, работавших на стройке. Так что приглядитесь внимательно. Возможно, узнаете свою бабушку. За прошедшие годы кинотеатр не раз ремонтировали, а сегодня называется «Дом музыки и кино комсомолец». Здесь работает кинозал на 300 кресел. Второй зал переделали в концертный. Все соответствует современным стандартам. Субтитры создавал DimaTorzok Но при этом город буквально сдувает с комсомолекса пылинки. Аутентичный стиль сохраняется максимально. Для детей из индустриального района это место ассоциируется с походом всем классом на просмотр мультфильмов накануне каникул. Я впервые увидела и услышала симфонический оркестр именно здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Череповец любит комсомолец. Это наша общая память. И так трогательно, когда пенсионеры, эти самые комсомольцы и комсомолки собираются здесь на концерты и вечера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин